Каждое решение, принятое на самом верху, должно сквозным образом менять состояние этой бизнес-модели. Бизнес-модель предприятия, как правило, содержит большое количество компонентов, но сами по себе модели, они представляют интересы для его анализа, для реальной деятельности. Нужны документы, которые фиксируют, как каждый участник, который выполняет производственную деятельность, направлен на реализацию целей и задач деятельности. То есть основа работы всех информационных систем подобное время, чтобы эти модели фиксировали нам документы, при изменении моделей, соответственно, фиксировалось изменение этих документов. Технология реализации задач. Она довольно такая простая. Я бы хотел вам показать, что все начинается с того, что люди обычно выделяют и структурируют информацию. То есть для чего мы применяем моделирование? Чтобы знания, которые находятся в разнообразных головах, превратились в какой-то единый общесистемный вид. Далее ввод идет данных в компьютерную модель, то есть на понятный для языке, для машинный языке, мы вводим туда данные о бортструктуре, о процессах, о показателях, о продуктах и услугах. Это превращается в некоторую модель деятельности, которая реально проще, чем объект, и формирует систему документов. Каждый документ – это структурный средств этой модели, который показывает, на каком уровне руководителю, исполнителю или участнику работ ту или иную задачу, которую он выполняет. Как правило, общая схема начального структурирования включает анализ деятельности предприятия, формирование продуктовой модели и стратегии развития, а дальше формируется модель процессов, которая закрепляется за исполнителями, декомпозируется угол. Первый шаг. Все остальные шаги, они уже позволяют выполнить на основании этого первого и самого главного шага. Ну вот здесь, посмотрите, я выделил основные направления практической работы в программном продукте, то есть те разделы, которые поочередно проходят слушатели для того, чтобы в целом освоить эту технологию. Разрабатывается нормативно-справочная информация, то есть это справочники о деятельности предприятия, классификаторы документов, программных продуктов, товарно-материальных ценностей и так далее. Дальше формируются организационные диаграммы, то есть список должностей, список подразделений, бизнес-ролей, внешних субъектов, которые участвуют в деятельности предприятия. Моделируются бизнес-процессы в разных нотациях, страиваются цели и показатели, формируются отчеты, работа с базой данным, это каким образом эту информацию правильно выводить, и имитационное моделирование по процессам, функционально стоимостной анализ. Здесь я вам представил возможные нотации для изучения. В данном случае на основе бизнес-студия они применяют сейчас 5 нотаций моделирования, IDF0, WPMN, Basic Flow Chat, CrossFaction Flow Chat, EPC. Очень важно, чтобы в процессе обучения было понятно, каким образом эти нотации вместе интегрируются и для чего они служат. Я здесь вам нарисовал типовую такую структуру, что, как правило, верхний уровень делается для такого отображения, чтобы это было понятно высшему руководству. Нотация IDF0 позволяет сформулировать основные объекты управления, и, как правило, это диаграммы руководителей. На уровне топ-менеджеров компании и первых руководителей очень полезно видеть объекты управления и связи с ними. Взаимодействия, как правило, наиболее явно прописываются нотацией CrossFaction Flow Chat, то есть как исполнители, как подразделения обмениваются материальными, информационными, финансовыми ресурсами в рамках выполнения деятельности. Ну и более подробное описание для автоматизации. Часто выполняется в нотациях EPC или в нотациях BPMN, где уже появляются детальные описания процессов и формируются технические задания на автоматизацию. Значит, вот я показываю вам, как формируется оргструктура, то есть когда выстраивается классификатор подразделений и субъектов, строятся у нас такие визуальные схемы, на которых можно отражать количество работников в каждом подразделении, видеть вакансии, ну и, соответственно, можно строить отсюда уже необходимые управленческие документы. Далее, имитационное моделирование, функциональный стоимостной анализ. На основе описанных процессов задаются параметры, длительность выполнения работ, стоимость использования временных, материальных ресурсов, ну и, соответственно, можно посчитать себестоимость этих работ. И, кстати, эта вся деятельность, она довольно востребована. Многие предприятия просят, чтобы, скажем, оценить, а сколько для нас стоит выполнение этих работ. И подобные системы позволяют, скажем, применять довольно простую технологию, которая была уже разработана много лет назад нашим с вами соотечественникам. Следующий момент – это разработка технических заданий на автоматизацию. То есть мы из процессов выделяем те основные блоки, которые можно и нужно автоматизировать, и через реестр, который проводит связи между модулем информационной системы и работ, у нас появляются соответствующие классификаторы, и насчет этого строятся отчетные документы, например, по внедрениям систем ERP, CRM, документа оборота или других необходимых систем. Матрицы, то есть слушатели получают реальную работу для того, чтобы анализировать деятельность предприятия, увидеть везде ли назначены владельцы процессов, исполнители, участники, то есть на основании с кем формируются документы, которые могут видеть в другом разрезе. Кроме этого, обучение по работе с мастерами отчетов, то есть формирование документации в том виде, в котором это удобнее всего на предприятии. Редактирование, скажем, привязок, редактирование полей, потому что любая база данных, она работает на основе этих данных. Между собой документы связаны, то есть верхний уровень он опирается на более нижние позиции, появляется у нас положение подразделений, требования в функциональных областях. Я тут показал, как примерно это может выглядеть. Ну и применение веб-технологий, то есть вся эта информация может публиковаться либо в статичном веб-сайте. В отличие от любых бумажных документов, слушатель понимает, что использование веб-технологий позволяет быстро переходить через гиперссылки. В чем здесь главное преимущество перед бумажным документом? В том, что можно нажать на любой объект на информационной диаграмме и раскрыть, увидеть, а что стоит за ним. Кроме этого, в общем классификаторе можно выбирать соответствующий раздел, процессы, оргструктура, цели, показатели, или через систему поиска находить, скажем, те или иные данные необходимые. Ну, бизнес-студия, портал, у других систем есть аналогичное решение, которое позволяет распределять права доступа тоже на веб-технологии, скажем, идентифицировать, скажем, того или иного специалиста и дать ему возможность видеть ту информацию, которая прежде всего необходима, вводить данные по другим разделам. То есть общая идеология, скажем, подготовки нашего специалиста заключается в чем? Мы не создаем отдельные документы, мы формируем бизнес-модель предприятия. Сейчас об этом очень много говорят, что вот эта цифровая бизнес-модель, она формулировала уже управленческие документы, которые необходимы нам для реализации тех или иных вещей. Изменение бизнес-моделей позволяет нам адекватно перестроить документы в соответствии с теми целями, которые ставит руководство. Значит, система целей и показателей. Ну, вот здесь приведен пример на основе методологии Нортона и Каплана, система сбалансированных показателей, где цели представляются в виде овалов, которые связаны между собой. Каждая цель находится в определенной перспективе бизнеса. Ну, в данном примере классика сделана. Финансы, клиенты, внутренний бизнес-процесс, обучение и развитие. Каждая цель, она измеряется набором показателей. Ну, на самом деле, когда слушатель формирует вот такую картинку, он делает счетную модель, формирует. То есть, если мы привязали какие-то показатели к цели, то на основании вот этих показателей будет и рассчитываться уровень достижения цели. У каждой цели есть своя карточка, куда мы заносим соответствующие параметры. Параметры могут подтягиваться из других учетных систем или вручную вводиться, скажем, ответственными за эти показатели, если они не обрабатываются, например, в 1С или в каких-то других местах. Вот я вам показываю здесь на примере, опять же, бизнес-студия портал, туда, куда разрешено исполнителю вводить те или иные параметры и, соответственно, видеть общую картинку, то есть, как достигаются цели и показатели, и проваливаются для детализации в тот или иной необходимый нам раздел. Ну, по поддержке системы менеджмента качества. Каким обычно навыкам обучают? Первое – это планировать аудиты, то есть ввести единый реестр аудитов и получать отсюда сразу же отчеты в разных разделах, разрезах график проведения аудитов на год, на квартал или на текущую неделю. Далее что? Фиксировать результаты аудитов и строить по ним отчеты. Огромный уровень документации, который требуется сейчас для современного предприятия, он может быть автоматизирован с помощью современных программных средств. Ну, я хочу слово передать представителям здесь из разных организаций, которые могут подсказать, насколько востребованы эти специалисты и ответить на ваши вопросы. Следующий наш выступающий хочу дать представителю компании «Сухой» Геннадию Борисовичу Барыкину. Он как раз возглавляет управление по бизнес-процессам, которое, на мой взгляд, нуждается в специалистах данной компетенции. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, сейчас эта специальность очень востребована. У нас работают очень многие бизнес-аналитики, которые сейчас являются как бы коммуникаторами между бизнесом и руководством. Они выполняют какую-то связующую роль между специалистами IT, которые внедряют системы, и участников структурных подразделений, которые очень сильно зажаты в своих функциональных колодцах и не видят самого процесса. То есть сейчас бизнес-аналитику отводится очень такая роль инноватора, который предлагает и ведет за собой все предприятие. У нас этим в основном занимается департамент организационного развития, который держит под собой всю информацию, всю корпоративную архитектуру предприятия. Это управление бизнес-процессами, управление организационной структурой, управление показателями. В принципе, это все, о чем рассказывал Игорь Борисович, только что сеть мы выполняем на практике. И, к сожалению, встречается очень большое сопротивление со стороны функциональных руководителей, которым нужно продавать инновационные идеи, которых надо убеждать в том, что какие-то изменения, взгляд со стороны процесса, а не функциональной службы, принесет выгоды предприятию. Ну, наверное, все вкратце пока. Хорошо. Если будут вопросы, обращайтесь, я готов ответить. Дробышевская, Светлана. Я вам передам микрофон. Всем добрый день. Я здесь, наверное, представляю банковскую отрасль и, в принципе, готова подтвердить то, что уже сказали мои коллеги. Могу их назвать коллегами, потому что, в принципе, мы занимаемся одним и тем же функционалом. Да, действительно, эта специализация сейчас востребована. Единственное, было бы еще здорово, если бы вся эта специализация входила в обязательную программу подготовки наших менеджеров и бизнес-аналитиков. Но вот учитывая банковский сектор и учитывая, что у нас все гораздо быстрее, сложнее и инновационнее, чем, может быть, в других областях, то мы уже испытываем меньшего сопротивления со стороны менеджмента, организаций. Нам уже меньше нужно убеждать, говорить, что мы нужны, говорить, что мы важны. Поэтому, собственно говоря, действительно, есть такая сейчас тенденция, что бизнес-аналитик всегда сможет найти себе работу. Мало того, что он сможет себе найти просто работу, он сможет себе найти высокооплачиваемую работу, если у него есть образование, стремление, инновационное мышление и, в общем-то, желание это все делать, реализовывать. В принципе, наверное, все. Если есть вопросы, готовы ответить. Уважаемые коллеги, я представляю кафедру производственного менеджмента и трансфера технологий университета ИТМО Санкт-Петербурга. И должна сказать, что то, что вы заговорите нам очень близко, потому что на нашей кафедре мы открыли буквально год назад магистрскую программу «Технологические инновации и трансфер технологий», на которых очень тесно переплетается с высказанными вами идеями. Это как раз организация и трансформация бизнес-процессов и взаимосвязь бизнеса, науки, производства, ИТ. Как раз мы учим этому наших магистрантов. И мы пошли следующим путем, поскольку хочется что-то добавить уже к тому, что говорили коллеги. У нас у этой магистрской программы есть несколько кураторов, то есть реальных организаций инновационного типа, например, таких, как очень известная компания «Биокат», это производственная, и те, кто занимается трансфером технологий, например, «Северо-западный центр трансфера технологий» и «Бизнес-инкубатор» Санкт-Петербурга. И у нас магистранты уже с первого курса включены в реальные проекты, которые осуществляются этими реальными организациями. И в рамках НИР они должны выполнить этот реальный проект. И отчет по НИР у них именно отчет по этому проекту. И что нам это дает? Нам это дает, во-первых, то, что ребята выходят не только с теоретическими, но и с практическими результатами. Это первое. А второе, что компании, конечно, лучших ребят сразу берут себе. И в результате решается проблема их трудоустройства, которое иногда очень обидно, что ребята иногда просто неизвестны. А у нас они уже к окончанию магистратуры имеют такой хороший личный портфолио, с которым могут найти неплохую работу. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, это очень перспективное направление. И вообще за такого рода направление магистратуры будущее. Это мое личное мнение. И я думаю, что эффективно развиваться это должно и впредь. Спасибо большое. Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я представляю экономический факультет МГУ. И очень приятно на нашей панели встретить коллег, с которыми мы готовили вместе курс, онлайн-курс, связанный с предпринимательством. Мы в течение года командой переписывались, но вот кого-то я увидела в лицо. Вы знаете, на экономическом факультете подготовкой менеджеров занимаются более 20 лет. И в свое время я заканчивала эту программу. Но сложилось такое с годами впечатление, которое доносится до студентов, что на менеджмент идут те ребята, которые не потянули на экономику. И, к сожалению, такое представление оно отражается и со стороны преподавательского состава. И вот после 20 лет мы подошли к такому моменту, что они перестали набирать набор на менеджмент. И весь прошлый год, начиная с 2017 года, была создана рабочая группа по реанимации нашей программы менеджмента. И вкратце я хочу сказать, она идет в процессе. То есть у нас дедлайны это лето. Посмотреть, сколько мы менеджеров наберем по сравнению с предыдущими годами. И несколько моментов хотела бы сказать, к чему мы пришли, что мы выявили. Первое, выявили то, что не хватает для наших ребят таких когнитивных, коммуникативных навыков. Как показал, мы проделали большую работу по сбору информации, по работе с нашими выпускниками, кто закончили программы менеджмента экономика. И выпускники экономического факультета, они первые годы, им сложно конкурировать на рынке. У них очень фундаментальные знания. То есть ребята из высшей школы экономики, из финансовой академии, их быстрее расхватывает компания. Наши ребята, они раскачиваются дольше. Через несколько лет это все сглаживается. И поэтому вот программе, которую мы сейчас подготовим в подготовке менеджеров, мы большое внимание уделяем коммуникациям, межличностному общению, межвакультативному общению, вот таким вот навыкам более гибким. И второе это связь с работодателями. То есть мы запускаем программы, одна из них это программа Макс, которая направлена на практико-ориентированность студентов. То есть мы получаем запросы, берем от работодателей, узнаем, что им нужно, какие навыки, какие студенты, и уже пытаемся таким образом на практику отправлять наших студентов. Ну и третье, это, конечно, немаловажно, это обмен опытом с разными вузами. Ту программу, которую сейчас готовим, мы ориентируемся на Санкт-Петербургский университет, ну и в целом смотрим, какие программы есть. Вот, спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю Российский союз IT-директоров, то есть тех вот, которые занимаются, тут на слайде Евгения Борисовича было внизу, а потом как-то тема информационных технологий, тема бизнес-процессов, она так мягко ушла. Ну, говорили коллеги про инновации, я хочу немножко обострить нашу дискуссию, можно, да? Потому что просто как-то живее, потому что я не согласна, да? Я не согласна. Нет, вот то, о чем рассказывал Евгений Борисович, конечно, имеет место права на существование, но в современном мире, в той самой там цифровом обществе, да, с цифровой экономикой, цифровой трансформации, вот такая система, когда наверху руководитель что-то решил, потом, значит, как-то спустилась где-то на уровень бизнес-аналитиков, они разработали бизнес-процесс, потом сформировали ТЗ, потом под это написали или адаптировали РП-систему, работает плохо. И эта проблема, я говорю с точки зрения IT-руководителей, IT-специалистов, с которыми мы все время сталкиваемся, уже много лет. Проблема такая, что когда вот идут так, не используют в полной масштабе возможности информационных технологий, это не только моя мысль, это мысль, ну, такая общая для всех экспертов, которые этим вопросом и занимаются, потому что с помощью информационных технологий можно построить деятельность компании совершенно по-другому. Вот коллега из банка сидит, Герман Оскарич, чего сказал, да, что у нас банки цифровые компании, и некоторые банки уже это тоже осознали, так и живут. Вы что, вправду думаете, что наверху кто-то где-то сообразил, что вот можно вот так построить? То есть это нужна совместная работа. Я еще дальше провокацию выскажусь, что в том виде, как сейчас, как переводчик, если это мы так понимаем, должность бизнес-аналитика и роль уйдет, это тоже не только мое мнение. Заменить эту роль призванные должны архитекторы предприятий и та дисциплина, которая на Западе очень активно развивается, у нас, вот мы давно ее развиваем, но только несколько лет назад появился в Союз Национальной Ассоциации Архитекторов Предприятий России, вот я член тоже этой ассоциации, мы активно там продвигаем идею, что когда мы только на уровне бизнеса, IT у нас выполняет служебную роль, это не может работать в современном мире, тем более в будущем, поверьте мне. рассматривать надо все в комплексе, все слои, уровни, или там, как вы нарисуете, разные модели, архитектуры предприятий, а не только бизнес-процессы. То есть нужен вот такой комплексный подход. Вот говорила коллега, Светлана говорила, ну сейчас я закончу, конечно, да, я шкалу провокацию внесу, конечно, будем комментировать. Какой опыт, да? Я тоже считаю, что вот вопросом информационных технологий, в частности, вопросом архитектуры предприятия, надо учить всех менеджеров. Тут говорили на предыдущей дискуссии о конвергенции современных специалистов, о том, что у них должен быть широкий кругозор, и прежде всего, у любого менеджера, да вообще у любого современного специалиста должен быть кругозор в области информационных технологий. Мы даже термин такой придумали, внедряем его, грамотность, компьютерная грамотность, которая, да, учит всех, у меня студенты смеются, что нас учат, мы лучше преподаватели это все знаем, как с интернетом работать, как офисные пакеты использовать, мы их научим, а именно IT-грамотность, то есть возможность, способность, умение применять современные информационные технологии в своей профессиональной деятельности. Вот этому надо учить. У нас такой опыт есть, кстати, высшая школа бизнеса МГУ, я там уже 4 года читаю курс IT-грамотности, причем такой курс довольно серьезный, 64 академических часа. Вот, готовим мы эти менеджеров, читаю я им, студентам, экономистам, менеджерам, вопросы, в частности, архитектуры предприятия. Конечно, без моделирования бизнес-процессов, без современных информационных систем дело не обходится, но там очень много вопросов других, которые тоже надо рассказывать. И вот переводчик уйдет, останется, наверное, специалисты, скорее всего, они будут называться архитекторами, которые действительно будут помогать бизнесу использовать действительно всю мощь современных информационных технологий, которая, поверьте, просто очень серьезная. На самом деле, если есть мощь возможностей, то вы понимаете, что такие же и риски, чудес не бывает. И вот поэтому нужны люди, которые умеют минимизировать риски и использовать возможности. Вот таких надо учить, мне кажется. Я соглашусь вот с коллегой в том плане, что действительно сейчас именно специалист по моделированию процессов, он, наверное, ну, как бы не является звездой, да, топовой какой-то, которую сейчас же расхватят на работу, все-таки действительно должна появиться роль у нас. Мы вот называем ее внутри, там, Росбанка, бизнес-архитектор. Это тот человек, который должен в себе объединить функции бизнес-аналитика и IT-архитектора. Вот мы сейчас, в частности, Росбанк, да, хотим сделать такую структуру у себя, немножко видоизмениться, трансформироваться, сейчас движемся к этому, чтобы у нас вот эта роль была единой, чтобы вот эта роль, чтобы у нас IT-архитектура объединилась с бизнес-анализом. Не знаю, что из этого выйдет, мне кажется, выйдет что-то хорошее, потому что сейчас даже вот к нам приходит какая-то задача, а мы не можем сформировать этот бизнес-процесс, мы не знаем, мы идем к IT-архитекторам и спрашиваем, а вы нам скажите, пожалуйста, вот какие тут будут системы, а какие тут будут… И получается, что и мы не можем им навязать свое мнение, потому что мы не профессионалы, да, ну как бы, и они нам не могут до конца навязать свое мнение, потому что мы начинаем все время с ними спорить. Вот чтобы этой конфронтации как бы избежать и действовать правильно, вот такая роль действительно должна в нашем обществе появиться, и я вот думаю, что мы взрастим себя в этой сфере. Если нужна какая-то помощь, обращайте, у нас при Российском Союзе IT-директоров есть экспертная сеть, куда входят эксперты достаточно высокого международного уровня с большим опытом экспертиз. Если это кому-то интересно, я здесь готова рассказать, ответить, мы можем вам помочь, потому что мы занимаемся и вопросами архитектуры предприятия, активными вопросами, оптимизации информационных технологий и их использования грамотного, потому что мы в этом, естественно, заинтересованы. Добрый день, меня зовут Евгения, я представляю Российский государственный социальный университет, и я руковожу программами бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки менеджмента. Безусловно, я согласна, конечно, со всеми коллегами, которые выступали, но у меня возникает вопрос, каким образом приложить необходимость широкого применения и знаний IT-технологий в те образовательные программы и те компетенции, которые предусмотрены для раскрытия. Дело в том, что на уровне бакалавриата половина дисциплин, они вообще не относятся к менеджменту экономики. Вторая половина, да, они относятся. естественно, там есть информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности. Есть такие дисциплины, но в полном объеме дать все необходимые знания на уровне бакалавриата невозможно. На уровне магистратуры возникает другая проблема. У нас магистратура академическая. Это сразу же говорит о том, что мы должны внедрять помимо профессиональных компетенций менеджмента, мы должны еще давать педагогическое образование нашим магистрантам, а также наши магистранты должны вести еще и научную деятельность. Поэтому компетенции естественно внедряются в рамках тех, которые предусмотрены стандартом в ГОС-3+. Только в рамках этого. Поэтому несмотря на то, что необходимость есть, необходимость есть, такие специалисты нужны, но в рамках направления подготовки менеджмент на данный момент пока это невозможно. Только бизнес-информатика направления подготовки. Сейчас меня все побьют, потому что кроме всего прочего я руководитель рабочей группы по разработке профстандартов. Менеджер по информационным технологиям, который в 2014 году принят, и мы по нему тоже учим, в Российском союзе IT-директоров в МГУ учим. Но я могу сказать так, я читала стандарт менеджмента, по которому, наверное, вы учите. Я не хочу комментировать, не буду, да? Больная тема, я так думаю. Понимаете, стандарты это не догма. Стандарты 3+, строятся на основании профессиональных стандартов. Надеюсь, да, это так. Профессиональные стандарты не догма. Мало того, что любой стандарт, как человек, который стандартизацией много лет занимаюсь, требует обновления. И сейчас, ну вот мы разработали первый этот пул стандартов, они вышли в 2014 году, первые, да? Прошло 4 года, для современного мира это очень много, и мы сейчас их пересматриваем. Ради Бога, давайте, давайте пересмотрим этот несчастный стандарт, введем туда нормальные информационные техники. Нет, ну есть же профстандарты, вы извините, кто же кто-то написал, я не помню, кто, я специально смотрела. Но во всяком случае, это не догма, я почему, все жалуются, кстати, на наш никто, вот кто-нибудь пожалуется мне в лицо, на профстандарты менеджера по IT, я не обижусь, но никто не жалуется, все говорят, что очень полезный, очень хороший. Ну не знаю, хороший или нет, но сил мы очень много положили, но тоже его надо пересматривать, и этот стандарт. Поэтому, когда мне начинают ругать мне знакомые, которые в сфере образования, они говорят, вообще профстандарты это от лукавого, мы будем жить по модели компетенции западной, по ней будем учить. Я вообще это не люблю. Я тут выдавала, да, дискуссию, но вот это вот против, я не люблю, да, никто не мешает взять его и пересмотреть, не сидите вы, если вас заставляют учить по этому плохому профстандарту, это работа, есть, давайте пересмотрим, ну и давайте пересмотрим. Нет, но любая образовательная система, она по принципу устройства всегда немножко позади. Для этого сейчас вообще идет большая реформа. Эти три плюс, я думаю, не конец, потому что я знаю просто, что там происходит. И будет что-то, ну так давайте делать вместе, никто за нас этого не сделает. Профстандарт, вот мне все говорят, там так, не так, я говорю, да я умоляла всех, хоть вы его прочитайте, потому что, ну ведь это же, понимаете, чудес не бывает. Давайте переработаем. Единственное, как можно на данный момент, ну, не в моих силах сейчас изменить стандарт в ГОС. Ну правда, ну не в моих силах, я не могу, как бы я ни хотела, я не могу. помимо этого, есть еще и, ну такие, меры, как аккредитация. Мы должны отвечать именно требованиям в ГОС стандарта. Единственное, как можно сейчас решить, это курсы дополнительного профессионального образования, которые как раз и строятся на профстандарте. То есть, это не бакалавриат, не магистратура, а профессиональное дополнительное образование. Уважаемые коллеги, да. Что можно, можно под этот стандарт хотите, давайте вместе послушать. Я вот знакомилась с общим менеджерским, там есть IT, можно выкрутиться. Уважаемые коллеги, давайте мы дадим слово еще одному нашему спикеру замечательному, моему коллеге, с которым мы много лет работаем вместе. Да, я думаю, что он тоже имеет очень важную информацию, которую хочет довести до аудитории. Спасибо большое. Презентацию Виктора Солнцева очень трудно представляться. Я 30 лет назад закончил Бауманку по искусственному интеллекту робототехники. Сейчас эти роботы встречают нас на выставке спустя 30 лет, что уже для себя я делаю выводы. И, конечно, вот мы говорим сейчас о стандартах. Стандартный человек никому не интересен, стандартная организация неэффективна, но она, ну, к ней надо привыкнуть, и потому что вообще стандарт нас дисциплинирует, но на самом деле он тормозит развитие. В этом случае что нас вот сдерживает? Это, конечно, проектирование эффективных не только бизнес-процессов, но и систем. В этом случае, вот если мы пойдем от результатов, стремимся к результатам, но сначала нужны затраты, и вот выясняется, что мы считать затраты, еще не научились, финансовая грамотность руководитель тоже иногда бывает ниже, и результаты оценивать. Если можно, следующий слайд, пожалуйста. А давайте я вам дам. Если можно. Спасибо большое. Эпоха, в которой мы сейчас находимся, очень неопределенность, нестабильность, сложность, неоднозначность. Я уже не говорю о геополитике, что сейчас происходит. В России добавляется локальность и ограничение, потому что мы сейчас будем работать некоторое время в замкнутом пространстве, а если туда еще добавится неэффективность управления, вы понимаете, что будет в замкнутом пространстве с неэффективным управлением. Чтобы достичь цели, ее надо хотя бы увидеть, определить, оцифровать. Вот замечательная презентация Игоря Борисовича показала, что он практически детализировал все до самого низа, до самых нижних уровней управления. Выясняется, что чтобы это все сделать, нужно видение человека, который сформулировал вот это целевое состояние и мог ее оцифровать. Как вы понимаете, вот эти красненькие препятствия, они появляются очень неожиданно, внезапно и в самых неподходящих местах. И вот наша реакция, реакция руководителей, которых мы должны будем обучать, должна быть мгновенная. В этом случае он как спец, как боец спецоперации должен уметь реагировать на изменения, которые только будут происходить. Ну и как это говорится, лучше всего для того, чтобы управлять событиями, нужно их формировать. И вот я надеюсь, эти люди и будут формировать наше будущее, в отличие от тех людей, которые здесь приведены. Если идти просто по формуле, ну эффективность это делим результат полученный на затраты, которые привели к этому результату. Есть возможность оптимизировать, ничего не делать. Затраты равны нулю. Вы понимаете, что соответственно как-то все пройдет. Красивый отчет можно дать, какие-то хорошие результаты, как будто бы получены. Затраты небольшие, но все думают, что мы это сделали. Возможно, оптимизировать. Вообще сократить издержки, всех уволить. Останется вопрос, кто будет работать. Но есть возможность структуризировать и оптимизировать. Слить две неэффективные структуры в одну неэффективную, увеличить затраты бюджетные и, соответственно, повторить пункт четвертый, если не получилось. Есть, конечно, возможность поступить так, как поступает российский госбюджет, секвестировать, сократить бюджет, например, вдвое, втрое и посмотрим, как мы будем выкручиваться. Возможность симулировать деятельность, повторять первые пять пунктов, пока не уволят, но, видимо, пока еще возможно. Если говорить о эффекте, который выводится очень часто не туда, куда мы хотим, а куда-то во внешней организации, вот надо сделать так, чтобы ресурс оставался внутри организации, чтобы знания интегрировались с помощью любых систем и оставались внутри организации, иначе они будут вводить в условный офшор, я говорю, с точки зрения вуза. Переход преподавателя из одного вуза в другой вуз очень часто оценивается как в футболе. Потеря клиентуры надолго и дорого. Но, так как мы оценим эффективность, понятно, что самые простые модели известны, но реальность оказывается существенно сложнее. Мы сталкиваемся с какими-то цифрами, и они нас ведут в какую-то отрицательную зону, я так понимаю, надо из нее выходить. Кто-то должен вовремя проанализировать и промерить вот эту температуру кризиса по комплексным показателям. Я надеюсь, IT-система и искусственный интеллект нам помогут. Но, очень часто мы ничего не можем делать, потому что система связывает нас по рукам и ногам стандартами, нормативами, процедурами. Ну, сам я был автором стандарта по энергоэффективности для Газпрома, по рискам для СТО силовых машин. Если видеть и внедрять стандарт сегодняшнего дня, он уже устаревает буквально завтра. Поэтому пересмотр стандартов, вот я считаю, что нужно уже все стандарты пересматривать на новую историческую эпоху, а иначе, как говорится, уже будет хуже, не бывает. Современная эффективность показывает, что мы, создавая что-то, просто поддерживаем это в работоспособном состоянии, окупаемость, но практически никогда. Это означает, что эффективность, я считаю, отрицательная. Хотя государственные структуры, которых мы учим, это образование, культура, спорт, они считают, что вполне достаточно быть безубыточным. Я считаю, что это неправильно, надо вносить новый эффект, который показывает, что вверх мы движемся, когда современные технологии, современное оборудование применяем, информационные системы, финансирование привлекаем грамотное, льготы какие-то государственные используем. Если будем двигаться по-старому, все получится вот так. никогда не окупаются усилия, которые сделаны сегодня, с учетом неопределенности. Ну и риски, если мы будем увеличивать, даже хорошо созданная эффективная система при увеличении рисков становится неэффективной и вот уходит в отрицательную красную зону. Это означает, что деньги в экономику от наших студентов не возвращаются, они работают неэффективно, и в результате своей непродолжительной инженерной, например, или какой-то карьеры лет через 10 устаревают, уходят на биржу труда, становятся обычными водителями, вот, и родина, затратившая очень приличные деньги на создание высококачественных специалистов, теряет, ну, как в случае, скажем, с Заварыкиным, изобретателем телевидения, мы потеряли 1 триллион долларов США просто в капитализации телевизионной отрасли. Ну, и завершая, каким я хочу видеть руководителя, с одной стороны у него есть работа, а с другой стороны у нее есть жизнь. В работе он должен быть заинтересованным партнером того стейкхолдера, на которого он работает, он должен быть его, ну, как бы сказать, вот именно как муж с женой и партнер, которые разделяют риски вместе с ним. Он же инвестирует свое время, я не знаю адекватно ли будет затрата на оплату, которую он производит в этой организации, значит он инвестирует, надеется, что организация его потом каким-то образом продвинет и он получит преимущество. Конечно, он должен быть специалистом, организатором, администратором, исследователем, аналитиком, но он должен еще уметь передавать свои знания, должен уметь внедрять их как консультант, ну, вот это роли на работе, а все-таки гармония человека, если он только войдет в эту работоспособность высокоэффективную, как мы говорили, если студент займется слишком хвостами, у него вырастут рога, ну, имеется в виду женатый студент, а если, соответственно, увлечется личной жизнью, то у него вырастут хвосты. Ну, вот я очень надеюсь, что нам все-таки в вузах удастся не только первые три уровня освоения компетенции пройти, то есть знать, воспроизводить, понимать, смысл и объяснять, уметь использовать. Вот здесь, в принципе, обычно ставится такая красная черта, дальше идут уже не все. Вот мы с теми, кто умеет анализировать, синтезировать и оценивать. Задача менеджера организовать всю эту работу так, чтобы самому нравилось ничего не делать и когда за это все делают за тебя другие люди. спасибо за внимание. Вопросы с удовольствием. Уважаемые коллеги, может вопросы есть, да? Игорь Борисович, комментарий. Я Осовский Максим, куратор кластера высшее образование. Хотел сказать пару слов, почему мы поставили именно секцию по обучению менеджеров, значит, специалистов по бизнес-процессам в наш зал Аристотель, где до этого у нас были дискуссии об архитекторах, инженерах, о подготовке айтишников и так далее. Потому что мы на самом деле считаем, что это важная для университетов тема. Таких людей надо готовить и надо готовить уже давно. В 30-е годы такой деятель научной организации труда, соратник Гастева, один из организаторов Центрального института труда Леонтий Бызов говорил о том, что структура организационная, рисунок предприятия, схема должны быть для менеджера, для экономиста тем же самым, чем является чертеж для инженера. Невозможно себе представить менеджера, который управляет без проекта, без чертежа. Я достаточно много консультирую университеты, предприятия, это уникальный случай, когда можно прийти на предприятие, ну 5-10 лет назад это было сплошь и рядом, когда ты задаешь вопрос генеральному директору и говоришь, у вас есть структура предприятия? И он говорит, да, есть. Такого нет никогда. Он говорит, обычно ответ, да, есть в бухгалтерии. То есть посмотреть куда-то, увидеть весь этот коллектив из 600 человек, которым он якобы управляет, или там из 4-х тысяч, или из 100 тысяч, как в крупных компаниях, ну невозможно. Нет таких людей, нет таких схем, нет таких представлений. Поэтому, конечно, когда мы здесь видим откликнувшихся на нашу просьбу представителей университетов, компаний, которые готовы это обсуждать, я считаю, это большое достижение для, в том числе, для бизнес-студио, которое активно участвовало для того, чтобы собрать всю эту панель, помогало нам. Я считаю, если в этом есть какой-то нерв современной эффективности, то, конечно, это сообщество необходимо поддерживать. То есть мы как бы должны дальше не расходиться, а больше группироваться для того, чтобы выработать язык, для того, чтобы о чем вы говорите вот на сухом, значит, чтобы руководитель верхнего уровня, значит, не скатывался в обсуждение мотивации персонала, не скатывался в обсуждение эмоционального интеллекта, а на конкретных картинках показывал, собственно, а в чем функция каждого сотрудника, в чем функция каждого отдела, как это вообще себе представить. Это очень важная вещь и совершенно непроработанная ни в одном сообществе, ни в сообществе IT-директоров, ни в сообществе директоров, ну, потому что IT-это один из планов этой системы. То есть мы забыли, конкретно потеряв эффективность любых промышленных производств, которые принадлежали государству, забыли об эффективности и забыли об инструментах, которыми, в общем, эту эффективность можно порождать. Спасибо вам большое. Да, это вопрос, да, там, комментарии, да. Можно короткое, тоже короткий комментарий сказать? Можно, да? Фролов Юрий Викторович, зав кафедры бизнес-информатики Московского городского университета. Дело в том, что вот к вопросу о компетенциях менеджеров, надо, ведь эта система компетенции, требований к подготовке, она, видимо, зависима от реального контекста, в который мы погружены сейчас. А мы все больше погружаемся в так называемую цифровую экономику. И, естественно, представить себе менеджера без знания IT на том уровне, о котором мы сегодня здесь говорили, невозможно. Так же, как и представить IT-шника, который не может найти никакой общий язык с постановщиком задачи, как вот то, о чем вы говорили. Поэтому, вот, мне кажется, пришло время таких междисциплинарных направлений подготовки для того, чтобы они были адекватно меняющимся среде и меняющимся бизнесу. Меняющимся бизнесу. Вот эти узкие такие направления и традиционный набор компетенций значит, по принципу каждый кулик свое болото хвалит, это уже вчерашний день, мне кажется. Поэтому надо во имя интересов целостности знания давать, видимо, какую-то фундаментальную подготовку, которая интегрировала бы в себе и в рекламную экономику управления, и информационной системой технологии, с тем, чтобы человек затем, получив эти первичные фундаментальные знания, мог саморазвиваться, адаптироваться к потребностям реального бизнеса. Это первое, что я хотел сказать. Второе, вот, мы, когда рассуждаем о бизнес-аналитике, вот здесь фокус внутрь организации, эффективность организации, но, видимо, бизнес-аналитика это довольно такая широкая область, потому что невозможно представить компанию, которая не интересуется внешней средой и не ведет анализ больших данных, используя современные технологии искусственного интеллекта, инерсити. Вот мы сегодня попробуем здесь в пять часов представить некоторые наши разработки, которые мы используем при подготовке бизнес-информатиков в нашем университете. Поэтому вот эти противоречия, то есть главная мысль моего выступления в чем? Что образование зависимо от бизнеса, от среды. Не образование через губу диктует то, что она вот вы примите, мы вот сейчас подготовили, мы вам выдали на гора этих специалистов, а вы там как хотите с ними. Это методологически, идейно и системно неправильный подход. Прежде всего образование должно очень чутко реагировать на меняющийся бизнес, на целостность бизнеса как системы в современном условии. И соответственно требования формулироваться подготовки должны именно так, чтобы вот эти стандарты они не мешали вузам адаптироваться к ожиданиям работодателей современного развивающегося бизнеса. Спасибо. Здравствуйте. Камышева Инна, бизнес-аналитик, консультант с 20-летним стажем и работав в очень крупных компаниях, с очень крупными компаниями. На самом деле вот то, что коллега представил сегодня первой частью доклада с 95-го года это было всегда в той или иной степени в разных компаниях. Я не согласна, Максим, что это где-то там в бухгалтерии. Это на самом деле на достаточно высоком уровне, но, конечно, не на уровне первого лица. Но я очень поддерживаю историю, которую сказал Россельхозбанк, по-моему. Вот по поводу компетенций в одном лице до сближения компетенций. Мне кажется, это было всегда и тогда, но сейчас это просто гиперактуально, потому что когда начинаешь ходить между двумя подразделениями, это все, здесь можно все заканчивать. Поэтому, конечно, компетенции нужно внедрять в одну единицу, скажем так, профессиональную. Спасибо большое. Да. Позвольте, я заявлена здесь тоже как спикер, к сожалению, не хватило места. Сеченовский университет Федора Юлия Вячеславовна завкафетра экономики менеджмента. Значит, мы в Сеченовский университет 260 лет учим врачей. И когда я пришла как заведующая кафедрой экономики менеджмента, мы столкнулись с тем, что у этого огромного пласта образования нет никаких компетенций ни в экономике, ни в IT, ни где-нибудь еще, ни в менеджменте. И поступательно, поскольку я все-таки занимаюсь изначально экономическим образованием, мы начали развивать междисциплинарные компетенции и последовательно открывать магистратуры сначала по менеджменту, потом по экономике. И, наконец, в этом году мы созрели до того, что стали открывать магистратуры совершенно на первый взгляд не имеющие отношения к медицинскому образованию, но формирующие вот этого специалиста будущего, на наш взгляд, у которого междисциплинарный кругозор и междисциплинарное видение. Это IT-магистратура, именно сетевой врач или IT-медик, вот там наши дети ходят в майках, на которых написано IT-медик. Это такой, я не знаю, симбиоз кого с кем, в результате человек, который понимает, как устроены информационные системы именно в здравоохранении. Это использование бигдейта, их обработка тоже, соответственно, в области здравоохранения. Это интеллектуальные системы в области здравоохранения. Запускаем вот первые наборы, их всячески сейчас продвигаем, но я считаю, что за этим будущее, потому что монодисциплинарность, она уже ну никоим образом не востребована на рынке, востребован специалист, который знает достаточно много всего. Я, конечно, завидую по-прежнему коллегам с экономфака или там еще из экономических вузов, которые по-прежнему учат классических менеджеров и классических экономистов, потому что я сама классический экономист, но волей судьбы мы занялись вот этой междисциплинарной подготовкой и надеюсь, что у нас получится. Спасибо. Добрый день. Майорова Людмила, я преподаватель социологии. Я бы, наверное, все-таки хотела разрешить ваш диалог, который между вами состоялся. Все-таки я достаточно глубоко посвящена и в образовательные и профессиональные стандарты и считаю, что в образовательном стандарте есть возможность решить. Есть вузовские компетенции, которые мы, к сожалению, в образовании практически не применяем. А вот с помощью вузовских компетенций, которые может прописать сам вуз, эта проблема легко решается. Любые IT, какие угодно, можно с этим решить. Хотя не без изъянов, не образовательный, не профессиональный стандарт, но все это позволяет решить. Поэтому спасибо. Так, уважаемые коллеги, но у нас как раз время подошло к концу. Вот, я бы хотел все-таки подчеркнуть некоторую важную мысль, что сегодняшние программы не должны готовить айтишников, бизнес-аналитиков, или там менеджеров, а должны готовить людей, которые способны решать задачи управленческого характера, айти характера, проектирования, архитектуры и так далее. Вот, кого мы готовим сегодня, это большой вопрос, кем они станут завтра. Я считаю, что грамотность в плане проектирования тех работ, которые мы должны выполнять, тех структур, которыми управляет руководитель, они могут завтра как-то трансформироваться, но вот эти знания и компетенции, на мой взгляд, сегодня очень востребованы. Если мы будем подкручивать, скажем, подготовку наших студентов, слушателей в эту сторону, наверное, это соответствует сегодняшнему дню. Сейчас многие вендоры, производители программных продуктов позволяют для вузов льготно там устанавливать информационные системы. Вот я, например, очень плотно работаю с компанией Microsoft, работаю с компаниями, которые поставляют современные системы в бизнес, например, с орокловскими решениями, с нашими отечественными производителями бизнес-студи, на основе которого я показывал вам систему. Есть возможность любому вузу развернуть компьютерный класс с теми или иными приложениями. Коллеги, большое спасибо за внимание.